Доброе утро Полтава. Доброе утро Полтава. Сегодня у нас застях Тарас Токарь. Тарас сегодня у нас застях не как громадский деяч, а как Тарас Токарь, не как ТТ боевой, а просто как человек, как гражданин, как мой друг, хороший друг. Как полтавчанин. Как полтавчанин, да. Тарас, ну расскажи нам что-то хорошее, не политическое, не какое-то что-то сверхъестественное. Давай сегодня по-хорошему. Во-первых, пожелай что-то полтавчанам. Полтавчанам я желаю, кстати, понедельник, желаю удачной рабочей недели, настроения, здоровья, успехов, улыбок, таких как у Светы. Мне очень нравятся ее улыбки, я постоянно смотрю передачи только из-за того, что она улыбается часто. Саша ее подстрекает. Поэтому я тоже стал гостем, и это стало поводом сегодня прийти. Тарас, расскажите, чем увлекаетесь вообще по жизни, кроме политики? Кроме политики? Политика я не увлекаюсь, она меня затягивает, заставляет затягивать меня. Трясина, да, трясина. Да, потому что я каждое утро, ну вот, или даже не каждое утро, а каждый вечер я программирую себя на то, что я вот утром уже не буду ничем политическим таким заниматься, ничего не вспоминать, просто проведу день, там, что-то полезное сделаю и так далее. Цветочки посадишь? Цветочки посажу, цветочки сфотографирую, цветочки там где-то выложу в социальных сетях, подниму себе. Лайков там посадят, рейтинг. Получу настроение там себе, дам людям. У меня очень такое, как бы, хобби, это я люблю поднимать настроение людям. То есть, я ищу повод будь чего. Фотографии, видео, просто посмеяться, посидеть за чашечкой кофе. Даже в комментах смайлики со смехом ты всегда ставишь. Да, да, люблю, люблю, да, ставить со смехом, потому что, ну, как бы, чтобы люди не просто прочитали, потому что очень многие люди, когда меня читают, они, ну, читают мои комментарии, как бы, там, серьезно себя уже настраивают. Ну, я, как бы, устраиваю такой расслабон. Я сразу ставлю смайлик, и люди уже понимают, что это, как бы, ну, тут есть доля шутки, там, или... Можно и посмеяться с этого, да, потому что это серьезная тема, такая грустная, надо слезу утереть. Да, хобби, хобби мои, там, чем я увлекаюсь? Я увлекаюсь фотографией, вот так очень сильно. Очень сильно я увлекаюсь тем, что я фотографирую то, что не фотографирую, очень мало люди фотографируют. То есть, ни цветы, ни клумбы, ни красивые здания. Я фотографирую то, что, вот, как бы, наоборот, практически внимание большинства полутовчан не привлекает. Но я хочу, вот, как бы, этим привлечь. Вот сегодня утром я сделал две фотографии всего-навсего. Как бы, диковинка, может быть, звучать. Это то, что я ехал на понянке, люди убирали, убирали, огромная бригада убирала листья, да, коммунальники. И вот здесь, вот, буквально, вот, в трех метрах отсюда тоже убирали. Золотая осенняя работа. Да, да, да. Здесь, скажи, утро-то, раз убирают, говорю, как есть. Да, но там на понянке я увидел огромную бригаду, там, человек 10, всех этих оранжевых костюмах. И прямо на дороге сметаюсь с дороги на вот этом перекрестке. Ну, вот так. То есть, реально готовы к зиме. И так они тренируются. Да, да, да. А потом будут лопаты. Ну, сегодня еще так утром, как бы, тоже был такой повод поулыбаться. Я сначала не улыбался, а потом поулыбался. Это я поставил будильник на 7 часов утра, а проснулся ровно без 5-7. Проснулся от того, что было вот холодно, немного в уши и в нос. И вот нос у меня замерз, и уши. Я так просыпаюсь, думаю, боже, сколько же время, что такое, что такое. Гоп, смотрю, без 5-7. Ну, думаю, еще такие 5 минут, ну, думаю, полежу. Эти святые 5 минут для сна. Да, да, да. Я начал так, гоп, немножко даже расстроился, что так рано проснулся. А потом думаю, елки-палки, чай расстраиваться. Все нормально. Понедельник, рабочий день, вперед. Ну, вот так. Ну, да, похолодало из-за этого. Тарас, а готовить любите? Скажите мне, любимое ваше блюдо вообще? Готовить не люблю, скажу так, люблю помогать. Да, люблю помогать, любимых блюд у меня очень много. Ну, это такое перечень огромное. А из-за того, что жена делает? Жена делает, ну, жена у меня очень, там, очень сильно много делает из картошки блюд разных. Запеченную картошку я люблю, там, с разными, там, с мясом, там, с салом, там, и так далее, и тому подобное. Обожаю оливье. Для меня это оливье, если меня куда-то зовут, я обязательно в гости, там, допустим. Ну, я уже не говорю за домашней, потому что лучше, чем моя жена, никто не делает. Да, оливье, это бесспорно, я тут даже, как бы, и не буду говорить. Не в обиду всем полтавским женщинам, так. Но, когда меня приглашают в гости, там, на день рождения или какие-то там другие мероприятия, я обычно всегда спрашиваю, стандарт, есть ли будет оливье. То есть, Тарас, с помощью оливье могу уже, точнее, оливье мне подсказало, что, наверное, любимый праздник Новый год. Практически, да. Ну, новогодний, там, где оливье есть. Путь к сердцу Тараса лежит через оливье. Да, да, да. А за праздники, все-таки, если практически, то какой? Праздники, ну, праздники люблю, Новый год люблю, да, но Новый год, как бы, больше у меня уже стал такой, ну, как бы, традиция, все. Рождество люблю, больше люблю дни рождения, свой день рождения люблю, скажу так, может, эгоистически. А чем ты его так любишь? Наверное, подарки такие были интересные. Да, подарки, подарки, люблю подарки, люблю, самое большее я люблю, когда не так подарки, а как раз стол, который готовит мне жена именно на мой день рождения. Это, это не соизмеримо с другими праздниками. Фотографию, безусловно, да. Нет, кстати, встречались там, иногда они встречаются. Ну, вот так вот. Больше всего, конечно, день рождения, дни рождения. Самый-самый такой яркий подарок, который был запоминающийся. О, и по цене, а вот именно вот такой. Да, душевный такой. Они у меня все. Я скажу, что я вот сейчас стою одет и обут, у меня полностью все подарки от моей жены. С головы до ног. То есть, она делает это все от, там, украинской мовы, из щирого сердца, так, она делает с душой, она меня чувствует на, то есть, она меня не спрашивает, что мне нужно купить, она знает. То есть, подходит момент, вот мне надо было курточку, она мне купила курточку, подарила курточку. Ну, вот так, скажу так. А дочка своими руками тебе делала подарки? О, много, да, много. Сколько дочек лет? Пятнадцать. Вот, она, как бы, понимая то, что, то, что она сейчас, ну, не работает, она там, как бы, меньше может сделать такой более материальный подарок, скажем так, то она делает подарки такие самодельные. Она очень хорошо рисует. То есть, самая душевная. Да, да, да. Она рисует, она, вот, какие-то такие рукодельные делает подарки. Она может, вот, последний раз она сделала фото-выставку такую, подобрала, сделала фотографии и развесила на такой веревочке красивой. Так красиво сделала, как бы, гирлянду. И такие моменты наши общие за очень большой промежуток времени. Это был, там всего где-то, ну, около десяти фотографий, но они все те, которые были такие значимые. И когда я проснулся, утром это было, когда я проснулся, я открыл глаза, я сначала не мог понять, чем дело, смотрю, так на шкафу висит такая гирлянда, фото. Я думал, что я еще не проснулся, как бы, ну, так, хук, думаю, туф, и такие моменты, так, тык-тык-тык-тык-тык, как бы, прошло, так, такой, определенный промежуток времени, буквально, там, за две-три минуты у меня прошло, так, хук, очень быстро. Зато сломились, да, самые-самые яркие моменты. Да. А у вас есть животные? Есть у меня животное, это животное, называется птица-попугай Арсен, которого мне вспоминают очень часто в Фейсбуке. Мои любимые комментаторы на сайте Полтавщина, они очень почему-то беспокоятся о нем часто, о его здоровье, научился ли он разговаривать, сразу воспользуясь моментом, не научился. А он вообще говорящий попугай или не говорящий? Корелла. 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 Да, его можно учить, ну, говорить, так, но для этого нужно время. У меня его, к сожалению, нету, поэтому и у моих членов семьи тоже его нету. Главное еще в доме не материться, у меня вот знакомый, помогая материться, да, вообще. Говорить не умеет, но несколько слов. Не научился комментаторам большой привет, не научился попугайарить. Вы переживаете больше, чтобы он не научился таки на клаве это самое писать. Это будет горе-то это всем. Ну, с одной стороны, так, потому что я очень бывает сильно ревную к определенным вещам, а с другой стороны, помощник мне сейчас бы не помешал, потому что если бы он писал, набирал, вернее, то, что я говорю и пишу, то это была бы большая помощь. Я знаю, что у Тараса бывают такие моменты, когда он хватается за ручки стула своего, чтобы не писать чего-то лишнего. Да, 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 бывает. Это как бы определенная такая медитация. А стул деревянный, крепкий? Не, пластмассовый кресло, крутящийся обычно, компьютерный. Часто отрывались очки? Ну, в последнее время я уже поменял стул, скажу так, потому что в предыдущем стуле они очень сильно расшатались. И уже эти болты, которые к ним надо было прикручивать, держать, они как бы держали там, ну, максимум на день. И все. Да, вот такой вот у нас, в принципе, а, музыку, мне вот интересно, да, за музыку, что у вас из такого отчаяния, любими? Музыка, ну, вот я вспомню Алексея. При отрывании ручки. Чепурка. Музыка у меня тоже, как он в вашем эфире говорил недавно, музыка у меня от настроения. То есть я могу слушать классику, могу слушать такую быструю музыку, рок-музыку. Больше всего... Польок Шмиля. Ой, очень здорово. Ну, музыку я люблю разную. Ну, в основном это рок-музыка, в основном это тяжелый рок. И я люблю, чтобы это... Рок-н-ролл. Я вырос на рок-н-ролле. В 90-х годах я вообще был очень таким реальным поклонником рок-н-ролла. То есть для меня, если я попадал в компанию... Разный такой, разный спадлый. Да, да. Если я попадал в компанию, и там играла музыка, и там не было рок-н-ролла, то, ну, это было не мое. То есть там, где был рок-н-ролл, там было все. А из тяжеленького Олега Мэштейн? Тяжелая. Металлика, Рамштайн, Айрон Мэйден, ACDC. Ну... А все сегодня будем слушать? Сегодня. Но сегодня я еще не поделился, потому что очень рано, такое раннее утро. Но судя по погоде, судя по морозу, то, скорее всего, что я сейчас приду и включу что-то с Металлики и Рамштайна. Металлика. Да, давай, да, да, да. И мы Металлика. Боже, холодно. Саша, что там передают у нас? Передают. Сегодня не выше 10 из 3 часов мелкий дождик. Но я посмотрел наперед погоду. Ребята, завтра в лучшем случае будет плюс 13, и дальше выше 10 нет. Все, готовимся. Ну, то, что я и говорила. Пар изо рта. Мы не курим. Пар изо рта. У меня дома пар изо рта. Но ты уже по голодавы. Поэтому всем доброго утра. Утепляйтесь, готовьтесь. Утепляйтесь. Одевайтесь, не стесняйтесь. Вот, наслаждайтесь осенью. Она прекрасная. И хорошее всем настроение. Да. И смотрите наш новый проект. Влюбленные в поэзию. Хорошего дня. Хорошего дня. Всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»